Короче говоря, сыграл в Atomic Heart. Это был важный день. Сегодня, наконец, вышла игра, которую я ждал уже очень давно. Обновление Сапёра. Поиграл целых два часа. Устал. Надо поиграть во что-то попроще. Посмотрел, что сейчас популярно. Какое-то атомное сердце. Это что ещё такое? Запустил трейлер. Там был футуристичный Советский Союз. Всюду были роботы и играла старая атмосферная музыка. Ну, это мы качаем. Спустя несколько часов я, наконец, запустил игру. Стильно, модно, по-товарищески. Я проплыл реку. Погулял по городу будущего. То есть прошлого. То есть альтернативного прошлого, косящего под будущее. Вот это атмосфера. В этой игре было множество роботов, летающих дронов и ещё куча всего интересного. Я поиграл всего полчаса, а уже влюбился в эту атмосферу. Мне тоже захотелось попасть в подобный город будущего. То есть город прошлого. То есть город... Да короче. Я натянул на свою руку чёрную перчатку. Из неё не торчало никаких щупалец. Я присобачил на неё свежесваренные спагетти. Уже лучше. Попытался сканировать помещение. Ничего не вышло. Я разочарованно снял перчатку и продолжил играть. Наткнулся на роботов-близняшек. Как же это... Стильно. Эта игра никак не отпускала меня. Я провёл за ней уже пару дней. Мои глаза были очень красными и напоминали советский флаг. Я решил немного передохнуть, а завтра снова вернусь в этот красивейший мир. Я проснулся. На моём лице сияла улыбка. Ведь мне снились те самые близняшки. Я достал из шкафа рубашку. Повязал галстук, включил телек. Там был 12-й съезд партии. Я записал основные тезисы в блокнотик и приступил к утренней зарядке. Сделал 50 подходов по 17 отжиманий и понял, что сделал мало. Что-то в моей жизни явно поменялось. Выглянул в окно. Там стоял баннер с рекламой коллектива 2.0. Я протёр глаза. Это что, я попал в мир игры? Или игра попала в этот мир? Тут же задумался, откуда у меня вообще костюм советского человека. Жесть. Видимо, я чересчур много играл. Привёл себя в чувства. Всё нормализовалось. Посмотрел в окно. Никакого баннера с рекламой коллектива 2.0 не было. Ну и ну. Я вернулся за комп. Аккуратно поиграл 4 дня подряд. Вышел из-за стола. Мне тут же позвонил профессор Сеченов. Сказал, что моя инъекция нейроплимера уже готова и вскоре её доставят ко мне домой. Что? Какая ещё инъекция? Для чего она будет нужна? Профессор сказал, что с её помощью я за минуту стану настоящим человеком будущего. Вау. Я стал ждать курьера у двери. И вот стук. Там стояла какая-то бабулька. Она отдала инъекцию и сказала, что у меня осталось всего 30 секунд. До чего? До полного кобздеца. Понял. Закрыл дверь от греха подальше. Надо как-то всосать эту инъекцию. Перчатки у меня не было, поэтому я просто её выпил. И тут же почувствовал, что всё вокруг начало меняться. На стене появились советские агитационные плакаты. За окном пролетел робот. В дверь снова постучали. Ко мне пришёл товарищ Зинов и стал рассказывать, что вообще происходит. Оказалось, что с предприятия 3826 сбежали роботы и люди потеряли над ними контроль. По идее, нам бы надо было пойти с ними сражаться. Но мы решили лучше отсидеться дома и не высовываться. Запустили телевизор и стали служить сводки новостей. Там сообщили, что в мире произошёл глобальный сбой из-за игры Atomic Heart. Реальность смешалась с игровым процессом и всё, что требуется от пользователей по всему миру удалить игру со всех своих устройств. Мне было жаль удалять такую классную игру. Но наблюдая, как робот сжигает автобусную остановку под моими окнами, я ломанулся к компьютеру. Нашёл на нём игру и удалил её навсегда. В этот момент я почувствовал, что всё вокруг снова начало меняться. Со стен пропали агитационные плакаты, а товарища Зинова не осталось и следа. Неужели этот ужас закончился? Я увидел, как на улице всё принимает привычный вид, после чего выдохнул и уселся на диване. В мою дверь снова постучали. Это была та же самая бабулька. Всё ещё только начинается, мой дорогой. Только начинается. Короче говоря, сыграл в Atomic Heart. Друзья, надеемся, вам понравился этот ролик. И если это так, вы можете поддержать нас лайком и подпиской на наш канал. А также посмотрите наше предыдущее видео, короче говоря, письмо из Хогвартса, или короче говоря, научился летать. Спасибо за просмотр и ждём тебя снова.